Вот, пожалуйста, это написано, Винджаммер кафе. Заходим в кафе, это фактически круглосуточная такая операция. Ручку для дезинфекции, но у меня, да извиняюсь, Свет, подержи камеру тогда. Вот, друзья, у меня капнули, а я теперь размазываю для дезинфекции, это неплохо, дезинфицировать-то. Хлебушки, друзья, хлебушки с маслицем, идем дальше. Понятно. Грибочки, лучок, зеленюшки. Так, продолжаем движение. Здесь люди сами себе выбирают салатики. А здесь супчики, вот это чикин, а это вот картофельный. Лапша вермишельская такая. Так, макарончики опять. Я, извиняюсь, снимаю через стекло, иначе угол будет не очень короткий. Барбекю чикин. Так, это такая у нас чикин с фи-фудом. Рис с курочкой. Не знаю, с чем это, что за мяско, не знаю. Рыба. Так, это тушеная свининка с грибочками. Вот что-то сладкое. В небольшом ассортивене сладкое. Справа хлебушки разные. А здесь можно вот взять сырок с колбаской и с ветчинкой. Бутор вроде все такое сделать с коридорчиком, с ручком. Капусты. Картошечка-пюре. Мясо. Да. Барбекю чикин. Да. Такое ощущение, что мы что-то уже такое похожее видели. Мясо. Кукурузка. Да. Ага. Там вот еще брелак петит есть. Пошти туда. Сладенькая. Сладенькая, сладенькая. Окей. Ага. это у нас чипсы а к чипсам всякие есть помазки, вы видите я бы сказал, такая еда у нас бы его назвали Мексико, но такая, где на берег вот в том же в том же ключе так отбивная такая, бергер сосисочки картошка жареная друзья, можно жить это не то, что там шикарный ресторан но если, например, там лежал на солнышке проголазался пошел покушал в очереди не стоял пицца такой ассортимент добрый вечер, друзья добрый ужин я снимаю вам, как кормят на ужин тут в ресторанчике нас тут в ресторанчике много зал большой вот вы видите, что происходит в данном случае смотрим на тарелочку вот одну тарелочку другую тарелочку это салатик мы просто заказали такой салатик вы видите, что это моцарелла чиз сырок с лучком с помидорчиком называется это все культурно классик салат баканчин а это что, Света, что это? а это такие шарики из сыра внутри которых находится портабелла машин да ты что из риса шарики оно горячее горячее вкусно друзья, я трогаю тарелку вы видите, мой палец очень горячее это плывет от обезьянок пампроса это, друзья, суп холодный холодный суп из клубники с мятным листочком здесь каждый день есть какой-нибудь на ужин фруктовый суп холодный с чем-нибудь прикольным вот один из них вы видите подошел человек и опосредовал маслицем оливковым салатик вот теперь можно приступать а вот, друзья у моей соседки супчик как гарлик чесночный с крутонами а крутоны, я извиняюсь это как простым еще образом объяснить а сказали бы сухарики как они все норовят наверное, за это больше денег берут когда с крутонами я думаю, что в России здесь тоже придется да, слушай да друзья вы видите супчик министроне это мне принесли вот я прошу вас можно показывать? не стоит не стоит испугаются я попрошу мою соседку инкогнито объяснить что вообще в супе министроне внутри что там и картошка и махароны и разная зелень и томат и какие-нибудь еще овощи это вообще суп такой что то, что у вас осталось вы можете туда все накидать а как красиво называются друзья, министроне он и довольно вкусный получается приступаем друзья это блюдо называется тигровые креветки креветки тигри тагер шримп значит рисок шримпы такие как будто сейчас тебя сожрут такие тагер значит зелененькое шпинат и какой-то там масло нет сырок плавленый что это я думал что это масло это масло афпарагус ну что же а пахнет как друзья вот я тут с камерой сверху нависаю как оно пахнет они они мысленно с нами это блюдо что из себя представляет а? что это? чикен маршал так хорошо чикен я в общем то узнаю а вот эти вот такие маленькие грибочки это не рыбки это грибочки спаржа спаржа помидорчика ну то есть в общем то все близкие нам по духу компоненты да куриная грудка с картошкой отлично я так вот друзья то же самое блюдо только еще не тронутся вы наблюдаете так друзья что это в такой горячий фарфоровый я плен пармежан ну я плен пармежан ну пармежан я понял это сыр а под сыром что там что там синенькие баклажаны синенькие синенькие значит баклажаны ну что же идем дальше а вот это друзья равиоли ну вы знаете что такое равиоли что я вам объясняю вот именно это у саши называлось свиные плечики она называлась slow cooked то есть медленно приготовленные плечики а что это вот это вот это такая картошечка такая базилик сверху травка базилик да травка базилик морковочка шикарно розмарин это розмарин розмарин я вижу не успели мы друзья моргнуть глазом пару сотен раз как появляется клубничка это с ванильным мороженым да да клубничка это у меня пломбирчик такой точнее это ванила мороженое ванила оно без сахара невкусно ну да невкусно ну да вот у светланы щербет щербет тоже без сахара Света я правильно говорю? внизу написано Света я говорю правильно что он без сахара да было написано в меню и без молока без сахара и даже без молока такой многослойный очень шербет витки ниже было а вот это друзья кто может быть не сразу догадался это крем бруле с сухариком вот такое крем бруле вот это блюдо друзья называется так же как и выглядит да называется фига вот она ага вот там фига рядом а это какой-то хлебушек что ли я не пойму но это апрекор это да хлеб тут по моему этап должен быть намного лучше да это друзья как многие догадались вот это тирамису у которого сверху чего-то не хватает в смысле такого более мощного прикрытия шоколадного да ну вот какой есть тирамису такой есть а это просто сэмплер то есть как бы разные пирожницы вот попробовать небольших количеств и малинка вот все-таки умеют люди понимаешь и мята да и мята и мята тоже едят да добрый вечер друзья добрый вторник добрый ужин в нашей компании светочка скажи пожалуйста что за супчик вот такой это супчик из диких грибов говорят а что ты называешь дикими ну которые в лесу то есть не то что они как-то одичали и ведут себя полностью верно а давай ты может быть попробуешь да давай давай потому что одно дело видеть суп и нет ты хочешь уже вообще все слиной ну ну подожди нет одно дело видеть супа другое дело видеть человека который реагирует реально его ест давай давайте реагируем нет ты меня извини я не могу так реагировать по заказу ну по заказу не надо ты просто от души от души давай очень вкусный супчик то есть одобряешь да друзья если вот придется значит берите очень вкусно суп из диких грибочков да а это друзья фруктовый супчик Саша что там внутри скажи а я не знаю но они все вкусные что ты заказывал это из дыни это из дыни я вижу давай так я вижу дыньку наверное клубничку и может быть это что сметанка или сливки сливки или крем какой то или мороженое это все взбитые сливки взбитые сливки у нас Саша любит супчики такие фруктовые вот эта тарелочка горячая а вот эта холодная удивительно зачем ставить холодную на горячую но это друзья из секретов кулинарии мы не можем узнать таких деталей для тех друзья кто любит салатики фруктовые есть салатики фруктовые вы вполне можете опознать так сказать фрукты фрукты и чем то они побрызганы какой то помазкой да йогурт а может быть йогурт йогурт это друзья так называемый краб кейк Юль что там внутри краба ну как краб а почему же он кейк ну он сделан как котлетка и считается что как бы ну как перу кейк а вот зелененькая там такое вот это я не знаю что может горчица что то не знаю что это ну да как то для горчицы очень ядовитый цвет может быть это васаби чуть чуть салат с оруглой да оругла вот этот похожий на сорнячок вот этот вот вот это вот этот на сорнячок вкусный сорнячок оно вкусное полезное так вот яблочко это яблочко чем орешки политое орешки а это груша груша и blue cheese ой я пытаюсь на запах вот так сверху я парю над этим но как то вот запаха и такого нет только если запустим ну оно хорошо полезно так вот это друзья это друзья уточка копченая с мандаринчиками это апельсинчиками мандаринчиками надо попробовать говорят что очень вкусно друзья друзья это рыбка салман с рисом ну и всякими другими знакомыми вам овощами наверно очень вкусно подливочка такая хорошо ну вот друзья тоже блюдо значит это официально называется тушенка тушенка а точно какая-то сингапур паста сингапурская паста называется ну в общем привет сингапуру это друзья такое блюдо называется двойное мясное или там мясной дуплет как это называется там забыл уже ребрышки и еще чего-то ну но у Бори то же самое у Бори то же самое так вот Боря а ты знаешь что там оно вообще вот эта вот кашка похоже знаете на что Мамалыгу Мамалыгу Кукурузная вкусная я вижу окей это друзья похоже на кусок курицы но это только частично правда потому что внутри там это кусок курицы фарширован ветчинкой и еще чем-то могу разрезать показать вот друзья я разрезал и хочу вам показать вот вот там оно значит фаршированное сырком сырком это обычная котлета по-киевски я честно говоря назвать красиво так ну хорошо вот друзья принесли меню мне говорят покажи меню в конце концов действительно вот десерты часто это меню десертное значит обычно в меню есть цена но здесь цены нет почему цены нет потому что можете брать сколько хотите хоть все меню три раза закажите вам принесут с удовольствием да ну такая ситуация когда просто бери что хочешь а вот тут написано эспрессо напитки экспрессо капучино латте мока вот за эти надо платить они там стоят долларов три-четыре вот а здесь вот еще такие значки ведь написано gluten-free это вот пшеничка нарисована потом что-то у нас лактоз-free череп череп так и вегетариан видите когда мы с вами смотрим когда мы с вами смотрим и тут видим значочки в меню вот они как раз это и значит чего-то там gluten-free вот пожалуйста вот этот не знаю low fat струбери трюфель в общем-то значки такие вкусно приступаем к заказу джафа джафа кейк джафа яфа джафа 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 мороженец с чем черри джабили понимаю то есть мороженец с называется джафа кейк с вишенкой хорошо вот это друзья мороженое с вишенкой нетронутая так что это что это за шоколадная сенсация так называется сенсейшн чоколад сенсейшн мороженое с пирожком а что внутри пирожка это друзья торт такой можно сказать типа ну не знаю официальное название него тарт это друзья что что это яфа кейк джафа кейк с абрикоской или это мандаринчик мандаринчик ну друзья кому что фантазия подскажет то оно и есть Светочка что это на твоей тарелочке это блюдо не нуждается в рекламе тут все да какая что-то реклама мы не рекламируем это очень красиво нарезанная дынька так а потом этот самый ананасик арбузик еще одна дынька а это чайный грибрут с виноградиком виноградик я бы сказал немножко такой как говорят мелковат ну видно у них такой подрастет он уже почти изюм а может быть он и есть изюм но друзья согласитесь что есть что-то демоническое в этом в том что мы видим да и может показаться что это только верхняя плоть но клубники но это собственно все что есть я я снова приветствую вас за нашим ужином что это лед это коктейльные шримпы креветки креветки я забыла понимаю а вот этот суп друзья называется он лентис 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 ел лентис ел а по-русски это чечевица чечевичный суп и я знаю что во время тяжелые периоды жизни люди ели чечевичный суп потому что лучше не было а сейчас люди едят чечевичный суп потому что он здоровый и еще жуткие деньги за него платят ну не в нашем случае у нас включено это друзья я с мятным листочком взял фрукты так сыр обжаренный в сухариках с каким-то соком как же сыр может быть обжаренным я тебе говорю это сыр обжаренный в сухариках и к нему какой-то пекарный соус может быть он обвален в сухарике но он поджарен при этом а это замечательный клюквенный соус я вчера такой употреблял очень здорово очень хороший соус это друзья обычный салатик непонятно из чего но кое-что узнается помидор редисочка узнается огурчик и всякие зеленюшки да вон аппетит как говорят у них а это друзья не два больших глаза а это два вкусных супа почему два потому что любит человека фруктовые супы это фруктовые супы а это друзья еще один супчик который сегодня у нас в обороте это супчик куриный даже казалось бы с рисом но вот рис не просматривается хоть он и прозрачный такой но должен быть очень вкусным это друзья пошел основное так сказать основные блюда курочка с картошечкой в общем очень очень симпатично ну что же друзья вот рыбка рыбка с картошечкой с огурчиком вкусная рыбка я еще не пробовала ну что же тогда да вот приходите позже это называется сингапурские макарончики макароны сингапур нудл но в общем а к ним еще к ним еще такой шашлычок шашлычок из кредеточек да понимаю это рост они его так называют не называют но дают рост биф который рост отлично это салмон с картошечкой также известная как горбуша подливочкой я чувствую что будет очень вкусно это тот же самый что было похоже на какой-то пирог что это это картофельная зеркалка типа по-русски называется такая вот таким размазали по тарелочке это чикина уже снимали вот такой вот украсили да украсили я уже снимал чикина но света говорит ты посмотри какой у меня красавец такой целенький он вот такой весь с подливочкой ну в общем друзья приятного тебе аппетита спасибо ты съешь такого большого чикина а я не обязательно съем я может только под нас вкусую окей вот друзья десерты пошли ну вкусно я вот даже так смотрю и уже прям аппетит разыгрывается да это еще раз что это капучино лэртко ведь оно слою это пач это пач это пач это пач понял ну кому то можно ну да что это у нас друзья мороженое я узнаю это какой-то торт очень такой это пикант торт с мороженым с орешками с орешками ну хорошо это у меня просто ванила мороженое этого шарика оно без сахара без сахара Лёва это же это же должно быть какое-то описание Алла может быть ты поможешь что это у Лёвы спанч какой-то нет это чокола сэншэйшн 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 мы как-то уже снимали пару дней назад понял здравствуйте друзья я уже не помню какой по счету ужин мы с вами рассматриваем но это предпоследний потому что завтра мы последний раз будем только тут ужинать у нас тут ну грубо говоря это фуа-гра это печеночка да вот эта гусиная паштетик утина в общем будем утина утина все утка будем будем креветки мы видим они порублены ну да краб наверное я не знаю ну вот такое сегодня четверг друзья сегодня рыбный день пока мы показывали значит шримков тут уже намазался паштетик намазался на бутербродик вы видите друзья соус остренький который кладут мне на шримков это называется шримп коктейль вот вот друзья вы видите булочку слоеную грибной начинкой грибы дикие я лично опознаю в них обычные шампиньоны но почему-то это не знаю что они я вам говорил что рыбный день но это так утрированно но действительно сегодня есть из рыбки то чего не было раньше и это не совсем рыбка это такие крабные ножки называется краб салат крабовый ой прям настоящее хитиновое покрытие ладно пошли супы дорогие друзья это трехспальное такое место суповое два супа одинаковых или что два фруктовых персиковых супа а темненькие это что перчик из утиной печи просто из утки хорошо а вот еще один суп из чего перчик ну как перчик а что же он такой беленький теремоты нет это другое побланы peppers острый супчик говорят что делать друзья когда кончаются бутылки из стекла пьем коньячок вот из таких можно сказать партизанские методы скоро вообще мы уйдем в катакомбы ну что же это за блюдо такое грибочки я вижу с чем-то они таким типа вареников да это паста это паста такая с грибочкой значит тут у нас рыбка салман с риском ну и так красотой всякой друзья не из вас кто не был никогда в Таиланде значит это цыпленок по-тайски он как бы делает большим пальцем как знак лайк на ютубе вот так вот лайк что это стейк прайм рим это прайм рим а по-русски как бы мы это назвали это кусок повядины мясо запеченное мясо запеченное вот с зеленюшечками немножко ну и конечно друзья то что называется фичер презентейшн то что называется фичер презентейшн это лобстер у нас сегодня почти все с лобстерами лобстер удался пошел десерт друзья это сегодня на десерт что ну давайте попробуйте что же вы так заказали и не в курсе похоже на шоколадный мус шоколадный ну что же Это шоколадный мусс с фруктами? А где шоколадный? Белый. Белый. Видишь, какое тонкое углумление. Это что такое? Вот чуть-чуть еще. Я уже не помню. Как не помню? Это какой-то мусс. Чуть-чуть надо. Вот так вот. Мусс с фанильной подъемкой. А вот это vitality.